довольно настораживающе. Ну а звание Героя России Владимир Путин посмертно вручил Алексею Катериничеву, замглавы Херсунской администрации по безопасности и полковник МЧС. Он погиб накануне в результате обстрела города. В указе от награждения отмечается мужество и героизм, проявленный при исполнении служебного долга. Катериничев один из тех руководителей оккупационных областей, которых прислали из Москвы. Катериничев, выходцев из ФСБ в 2021 году, он перешел в МЧС и был одним из тех, кто сопровождал бывшего главу МЧС и адъютанта Владимира Путина Евгения Зиничева к водопаду Китаба-Орон. Зиничев сорвался с скалы и погиб от полученных травм. Вообще сложно представить, чтобы кто-то из руководителей оккупационных администраций был достоин звезды Героя России. Катериничев даже по биографии выглядит более значимой фигурой, чем тот же Владимир Сальдо или Кирилл Стримаусов. Оба накануне были в Кремле с Владимиром Путиным. Детали биографии Катериничева мы знаем благодаря исследованию издания «Проект», который опубликовал путеводитель по сотрудникам оккупационных властей. С нами на связи автор материала Екатерина Ресникова. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер. Кто такой Катериничев? В общем, этот человек, который не снимал себя, как принято, в Херсонской администрации на камеру из различных участков линии фронта, Херсонской области и так далее, и тому подобное. Человек в тени находился. Человек погиб в тот день, когда Владимир Путин официально подписал документы об аннексии, в том числе Херсонской области. И человек, которого Владимир Путин наградил посмертно званием Героя России. А учитывая то, что он вместе с Евгением Зиничевым был в момент смерти последнего, вообще кажется, человек не самый последний. Прав ли я или нет? Да, действительно, это так. Это человек заслушанный, три ордена мужества. На самом деле, не совсем известны обстоятельства, при которых он их получил, потому что я ещё не успела посмотреть приказы, есть ли они награждения. Но, тем не менее, известно, что есть свидетельство о том, что он вроде как участвовал в освобождении детей в Беслане, работал в контртеррористической службе ФСБ, то есть участвовал в реальных боевых операциях. Ну и в последний год перешёл в элитное подразделение МЧС, уже успел поучаствовать в некоторых сложных спасательных операциях. Что произошло с его карьерой, доподлинно неизвестно, но есть версия, да, что он был одним из тех, кто сопровождал министра на водопаде, не смог ему помочь, там была опять неразбериха. Судя по сообщениям каким-то, которые появляются в телеграм-каналах и СМИ со ссылкой на источники, знающие, что произошло на водопаде. И вроде как эти МЧСовцы правы сначала пытались сами провести спасательную операцию, спасти министра, но у них ничего не получилось. И за это, в общем, анонсировалось, что некоторые головы полетят. Ну вот как мы видим, Зиничев из лидера ушёл. И всего полтора месяца назад, в августе, появился в Херсоне. Действительно, не публично его назначение как бы анонсировать, да, а потом его никто там в Херсоне не видел. И вот вдруг ракетный удар и привёт прямо в комнату, как сообщили оккупационные власти Херсонской области, где Кэти Минчев же. При этом среди тех людей, которые есть в вашем материале, которые сейчас управляют, так скажем, в оккупационных администрациях, есть ли какая-то закономерность в том плане, что при местных, условно-местных руководителях, таких как Сальдо или тот же Стримаусов, есть всегда прикреплённый силовик, который там занимается безопасностью, растучит формулировка. Это закономерность или Катериничев был, скорее, исключением из правил? Нет, силовик не единственный, не единственный силовик из России. В Херсонской области ещё есть силовики, ФСБшники. Тот же премьер-министр Елисеев, он в бывшем, в прошлом служил в ФСБ. Это и некий Аслан Арсенукаев, который инкогнито тоже находится в военно-гражданской администрации и занимается там вопросами строительства и ЖКХ. Нам удалось выяснить, что это тоже силовик, человек в силовом прошлом. Он работает так называемым смотрящим, мы это так назвали, человеком по связям с органами госпезопасности. В некоторых крупных предприятиях России работал и получал там внушительную зарплату до 800 тысяч рублей в месяц, что тоже говорит о его значимости. Кроме того, этот человек, я думаю, под прикрытием, наверное, судя по тому, что не осталось никаких видео и фотосвидетельств его работы на должности, занимал пост директора крупного предприятия в Украине автомобильного, которое в том числе собирало китайские автомобили «Черри» на территории Украины. И, будучи в этой должности, он был частым гостем в посольстве России в Киеве, у посла Зурабова, это в начале десятых, и был почетным гостем. И вот удалось его опознать. Журналисты, которые тогда присутствовали на этих роскошных приемах, проводимых с такой барской, скажем так, с таким барским размахом, они его опознали, говорили, что Аслана Расмухаева в те времена называли важным гостем российского посольства. И вот сейчас он вдруг всплыл на этих оккупированных территориях, а кто же человек от силовых органов, который контролирует все, что происходит в ГАА. А вообще, судя по тому, что мы проанализировали, каждый пятый человек, назначенный на должность в Украине, имеет какое-либо силовое прошлое. Это либо военное образование, либо реальный боевой опыт, в том числе участие в конфликте на Донбассе, начиная с 2014 года, либо это органы КГБ, СБУ, ФСБ. Просто вот в этой ситуации, понятно, что Катериничеву сегодня больше внимания может быть приковано из-за того, что он герой России, теперь посмертный, и накануне он оказался в том месте, куда упала ракета. Такое ощущение, что при каждой администрации есть какой-то, условно, человек из кадрового резерва Владимира Путина. В общем-то, Катериничев, учитывая его близость с Евгением Зинчевым, который куда только не направляли, и в конце концов оказался он в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, такое ощущение, что Катериничев был, наверное, кандидатом номер один на то, чтобы сменить тех людей, которые сейчас формально управляют Херсонской областью и так далее, и тому подобное. И случилось бы это в ближайшее время, если бы Катериничеву не постигла его судьба. Да, это возможно. На самом деле, судить, как мы видим, по ходу всей этой войны и всего вторжения России в Украину наперёд нельзя. Какие планы, мне кажется, не меняются каждый день. Даже судя по тому, что мы в один день пускаем фейермерки по поводу принятия новых субъектов в состав Российской Федерации, в это время терпим поражение, и у нас там котёл в Лимане. Так же и здесь. То есть сказать, кто из этих людей реально заготовлен на должность человека, который должен заменить вот этих вот местных фриков, клоунов, людей с очень сомнительной репутацией, бывших политиков, среди которых есть уголовники, есть люди, подразумевавшиеся в тябрьских преступлениях в своё время, есть люди, у которых очень сложная репутация, провокационная, которые не раз участвовали в нападениях на людей, в стрельбе по журналистам, в различных акциях с участием полиции, СБУ, то есть нападать на полицию можно было в Украине, и этим людям ничего за это не было, они не сели в тюрьму, а теперь, получается, эти люди с этой репутацией попадают в российскую систему, где можно сесть очень надолго за то, что бросили бумажный стаканчик в сторону полицейского на митинги. Я думаю, что всем этим людям будет очень сложно в этой российской системе, их потихонечку заменят на россиян. И такой десант уже приготовлен, он у нас высаживается уже, если так можно выразиться, с лета, то есть с лета этого года Кремль вообще перестал стесняться, он теперь официально назначает министров на должности в Донецкую, Луганскую республику, в Херсонскую, Запорожскую и даже в Харьковскую область, которую недавно ВСУ освободили, но нам пока никто не рассказал, что случилось с правительством той самой Харьковской области, которую успели создать и на которую успели назначить бывшего мэра Краснодара Алексеевна, который, кстати, тоже недавно был под уголовным преследованием. В декабре прошлого года его арестовали за взятку. В 1 миллион 600 тысяч рублей он получил подарочное ружье от застройщика, который выдал документы на дом. И вот теперь этого человека, который должен был на самом деле сесть в тюрьму, потому что его задерживали со всеми полагающимися громкому делу вот этими маски-шоу на работе, допросом на видео, громкими публикациями в СМИ, но потихонечку это все замялось. Что происходит с делом, неизвестно, никакого апдейта по нему нет, но вдруг Алексеенко всплывает в Харьковской области. Вот такие вот кадры, и действительно известно, что их готовили в Кремле. У нас заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко несколько лет назад создал школу губернаторов, так называемые. Это курсы при РАНХИКС и конкурс лидеры России. И среди вот этих назначенцев, которые идут сейчас в Украину, каждый третий, он либо финалист конкурса, либо закончил школу губернаторов. Но здесь немножко может быть другой кадровый резерв. То есть есть вот Кириенковские, лидеры России, вот эти, ну, в общем, губернаторы-технократы, да, как принято их называть. А с другой стороны, вот кадровый резерв Владимира Путина, это бывший силовик, ФСБшник, адъютант и так далее и тому подобное, которые уже составляют большую часть губернаторского корпуса. Да, да, эти группы пересекаются, вот. Но, опять же, скажу, что сейчас трудно сказать, кто там лидирует, кто из этих людей главный претендент на то, чтобы кого-то менять. Я бы вообще, честно говоря, приезжих из России, даже среди ФСБшников, ну, тем более, наверное, среди ФСБшников, я немного правильно выражаюсь, я бы их назвала таким общей праздник такой «люди без лица». Их очень сложно было анализировать просто потому, что у этих людей, несмотря на то, что они годами работают в органах власти, то есть это либо какие-то федеральные министерства, либо высокие должности в региональных правительствах, у них нет практически никакой биографии. То есть этой биографии нет ни на официальных сайтах, где человек родился, где он учился, какой у него послужной список и так далее. Этой биографии нет ни на каких-то, может быть, там, я не знаю, как сказать, фановых таких сайтах, где можно было бы почитать, стать человеком, и на компроматах. То есть вот такая вот серая масса, у которых нет ни достижений, ни скандалов. Это очень о многом говорит, потому что мы же все знаем, что если человек много делает, он, скажем так, много кому не нравится, у него всегда найдутся критики. А здесь вот какая-то такая вот, какая-то абсолютная безликость, которая абсолютно не даёт никакого представления о том, почему именно эти люди, чем они заслужили эту должность, или почему именно они должны строить русский мир в Украине, почему именно их ставят руководить этими сложными регионами, где действительно, посмотрите, коллаборантов постоянно убивают, гауляйтеров убивают. Мы свою собственную статистику подвели и увидели, что вот при покушениях, да, практически половина покушений заканчивается убийством того, на кого покушались. Это очень высокий результат. Ещё какой-то процент — это ранение. То есть практически все эти люди находятся под круглосуточным прицелом. Мне абсолютно непонятно, как человек может туда ехать без специальной подготовки. Поэтому, видимо, да, подготовка есть, какой-то свой собственный внутренний отбор есть. Но сказать, кто в этой гонке лидирует и кто займёт место в итоге на руководящих должностях этих регионов, пока очень и очень сложно. Но мы видим, что в Кремле присутствовали представители так называемой местной власти, видимо, для того, чтобы создать эту красивую картинку. Был такой Алексей Чалый, и где он теперь, народный губернатор, народный мэр Севастополя, если не ошибаюсь, была у него такая странная должность. И где он сейчас, вот человек в свитере, тоже исчез с радаров. Спасибо большое. Да, вот такая же ситуация там. Да, спасибо большое. Екатерина Резникова, журналистка издания «Проект» была с нами на прямой связи. Один из авторов материала, автор материала про, автор путеводителя по оккупационным властям России в областях, которые оккупированы на данный момент и которые аннексировал Владимир Путин накануне договором с этими оккупационными властями. Но я напомню, что у нас сейчас работает почтовый ящик.